Аминь. Присаживайтесь. Итак, у нас недельная глава Торы называется «Бешалах» и «Отпустил». Здесь в этом разделе Тора описаны события первых полутора-двух месяцев после выхода Израиля из Египта. Но сюда вместились многие события, которые повлияли на жизнь Израиля на многие сотни и даже тысячелетия. Чего только стоит переход через Черное море, воспеты и в Писании, и в многих книгах, и песнях, и навсегда оставшейся народной памяти. Дарование субботы, начало дарования закона. И в это время, то, что мы рассматриваем в сегодняшнем разделе, Бог просто явил фейерверк своих чудес. Это перепела, ман, дарование маны, вода горькая становится сладкой, вода из камня. И все эти чудеса, они происходили, и все эти события, они происходили именно в этой главе. Но одновременно, одновременно начинается еще одно Божье действие в жизни Божьего народа. События, которые происходили, стали нести в себе не только событийный контекст, но произошло что-то другое. Но они стали некими образами, о которых Рав Шауль через полторы тысячи лет сказал. А это, то есть то, что мы сегодня рассматриваем, а это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Но это при том, говорится, и о некоторых событиях здесь, не только об исходе, здесь что-то еще произошло. И у Рав Шауля есть повод и основания говорить для этого, об этом. И в этой связи, в связи с тем, что Рав Шауль обращает на некие события в этом разделе, которые каким-то образом повлияли на жизнь народа. Мы сегодня будем говорить не только о радости исхода. Это всегда повод, это классно всегда, потому что это связано с нашей жизнью. Каждый из нас совершил свой исход из Египта, как мы называем, из Египта греха в чудный свет Ешо, который есть в Машиевке, который есть свет этому миру. Мы сегодня будем говорить больше об условиях победоносной жизни верующего после исхода. Мы же хотим, вот мы сегодня благословили детей, будьте счастливы, мы же тоже хотим быть счастливыми, мы же тоже хотим, чтобы у нас было все хорошо, и нам за это ничего не было, и чтобы у нас все было. Смотрите, почему Рав Шауль так говорил? Вот в 1 Коринфян он еще добавляет. Из Египта вышли многие израильтяне и представители других народов. Вот апостол Павел говорит, но о немногих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне. Это тоже вот именно про вот эти вот события. И в этом контексте я хотя бы в общих чертах хочу рассмотреть одно понятие, которое красной нитью проходит через 17 глав книги Шмот. И оно именно в этом контексте, оно очень важное для нас, в том числе до сих же последних времен. Мы не просто рассматриваем историю и, знаете, такие еврейские повествования или мифы или еще что-то. Нет, нет, друзья, это то, что работает в нашей жизни здесь и сейчас и сегодня. Давайте прочтем несколько первых стихов 14 главы. А у нас сегодня мы рассматриваем с 13 по 17, с 13 главы 17 стиха книги Шмот или Исход, до 17 главы полностью, до последнего стиха. Итак, 14 глава, с 1 стиха. «И сказал Господь Моше, говоря, скажи сынам Израилев, чтобы они обратились, расположились станом перед Пи-Гаферовом, между Мигдолом и между морем, пред Ваал-Сифоном, напротив его поставьте стану моря. И скажет фараон о сынах Израилев. Они заблудились с земли сей, заперла их пустыня. А я ожесточу сердце фараона, и он погонится за ними и покажу славу мою на фараоне и на всем войске его. И познают египтяне, что я Господь. И сделали так. И я сегодня предлагаю рассмотреть вот это понятие ожесточенного сердца фараона. Мы так думаем, что только фараона. И я вдруг увидел, я думал, что, знаете, вот вышли из Египта, все, тема ожесточенного сердца, она закончилась. Ну, вот я вроде бы и знаю Писание, но тем не менее, внутри меня было такое понимание, оно закончилось. И вдруг раз, и оно снова началось на каком-то новом уровне, это ожесточенное сердце. И рассмотрение этого понятия начну с того, что оно относилось не только к фараону, как мы привыкли это думать. То есть фараон не мог сказать, ну, вы же знаете, пасхальный седр, яйца, помните, это же обо мне, это о моем сердце. Чтобы вы знали, какой я человек, да? Значит, в предыдущем разделе, в шмот 10.1.2, там было сказано, что сердца были ожесточены не только у него, но и слуг. Все слуги, они тоже имели ожесточенное сердце. Удивительно, еще раз скажу, удивительно, но это понятие напрямую касалось и большинства взрослых израильтян, высших из Египта. В сегодняшней главе описывается, ну, в конце этого раздела, описывается ропот израильтян против Маше и Бога из-за нехватки воды вместе, которую назвали Мерива, помните, да? Пришли туда, говорят, о, ты опять хочешь нас здесь умреть, короче говоря, и там, где Бог? И вообще, что ты, Маше взывал к Богу, говорит, они меня побьют сейчас, уже близко к этому, Боже, спаси. И хотя в сегодняшнем разделе, вот в этом случае не сказано, что народ имел ожесточенное сердце, но смотрите, как трактует это событие сам Бог в 94-м псалме, в 8-м стихе. «Не ожесточите сердце вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне». Это лично слова Господа. Он говорит, оказывается, в Мериве вы не просто там роптали так слегка, вы сердца ожесточили, вот, против меня в том числе, не только против Маше, и против меня в том числе. Мерива – это значит искушение и укорение. Поэтому будет дать интересную характеристику отягченного или ожесточенного сердца. Для этого писания используют несколько слов, смысл которых можно передать такими словами. «Тяжелое», ну, я добавил бы так, как будто увешано гирьками, знаете, вот такое там, такое нелегкое сердце, тяжелое, отвердевшее, огрубевшее и ожесточенное, то есть нежелающее принимать. Все, не трогайте меня. Переводя в духовные образы, я бы сказал, что отягченное, тяжелое, ожесточенное сердце – это сердце человека, не способное осознать величие Бога, не способное смириться и стать перед Ним на колени, и нежелающее исполнить Его волю. Вот смысл ожесточенного сердца. И если мы посмотрим, как оно появилось в Писании, именно ожесточенное сердце, и рассматриваем, и мы как-то помним больше не то, что фараон ожесточил сердце, а потому что Бог ожесточил сердце. Но на самом деле там 19 раз говорится об ожесточенном сердце, из них 9-10 раз фараон сам ожесточал, а 9 раз что-то Господь или попускал, или добавлял что-то и так далее. Но был путь, не было такого, чтобы с первого раза Бог его ожесточил. То есть это определенный путь сердца, перед тем, как стать таким твердым, огрубевшим перед Богом. Поэтому Господь, мы знаем, Он не мог ожесточить сердце, а потом еще наказать. Не-не-не, был путь к этому. И фараон, и его слуги, они полностью прошли этот путь. И мы должны понимать, что этот путь в основном состоял из того, что человек, в данном случае фараон, он раз за разом говорил Богу «нет». Ну, сначала сказал, так ты кто такой, да? Вот, нет. Потом, ну ладно, я согласен, ты тоже Бог, но ты там не больше, чем мои Боги. А потом уже вообще, да. А дальше сказал, да просто не хочу, да и все. И так он шел, как бы шел по этому пути. То есть, у человеческого сердца, у него есть, как бы, такая способность, что если Богу раз за разом говорить «нет», то оно становится отвердевшим, окаменеем, оно отвердеет не сразу, раз за разом. И мы видим, этот путь прошел фараон. Ну, а что случилось потом с ними, именно из-за ожесточенного сердца фараона и его слуг? Мы видим, слуги погибли, да, а фараон остался у разбитого корыта, значит, у Египта, который был опустошен фактически. Павел об этом говорил. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному, неполноценному, то есть негодному уму. То есть, если не позаботиться о Боге в своем сердце, в своем разуме, то будет превратный ум. Таким образом, отягченное, ожесточенное сердце в конечном счете приводит к превратному уму, неадекватным обстоятельствам оценки окружающей действительности и неверным решениям, которые, в конце концов, приводят или к потерям, или к катастрофе. Ну, других путей нет. Богу часто для человека, что за ожесточенное сердце, ему надо серьезно потрясти, очень серьезно потрясти. Поэтому очень важно, братья и сестры, очень важно нам понять, чтобы мы не попали в это дело. Народ Божий попадает, да? Ну, могут сказать, ну да, а при чем здесь мы? Это они там? Это они там? Не поняли Бога? Ну, ладно, читаем дальше. Евреям, да? «Посему, как говорит Дух Святый...» Это евреям... У нас какая глава? Сейчас, сейчас, сейчас. Я не записал. Ну, это в конце там. «Посему, как говорит Дух Святый, ныне, когда услышите глаз его, не ожесточите сердец ваших, как во время ропота, в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня, видели дела мои 40 лет, «Посему я вознегодовал народ, он и сказал, непрестанно заблужаются сердцем, не познали ни путей моих, посему я поклялся в огневе моем, что они не войдут в покой мой». То есть автор, посланник евреям, говорит, друзья, вот смотрите, как у них было, такое может быть у вас. Вот точно такое состояние, ожесточенное сердце может быть у вас. Поэтому смотрите, наблюдайте за тем, чтобы этого не произошло. И он дает здесь моменты, которые приводят к этому, да? Ропот, искушение, ну то есть, как бы, как будто Бог не работает в твоей жизни, да? Вот происходят чудеса, а потом раз ты попал в обстоятельства, а ты говоришь, да где ты, Бог, ты вообще есть или нет? Вот мне надо, а ты вот не действуешь. Что это такое? Понимаете? Вот вообще, как будто бы тебя нет. Поэтому, почему я возник, дальше, непрестанно заблуждаются с сердцем, да? То есть сердце, которое, ну, оно, конечно, поэтому не познали пути, не знают, как Бог действует. То есть думают, что Бог действует или так, или так. Но нету такой, знаете, вот, ну то есть прямолинейно как-то. Или он очень добрый, или он очень злой, вот, и все. И одни говорят, не-не-не-не-не, Бог, все, он меня простил, да, я там грешу, но он все равно меня простил, там, вот, а другой Божий, грешник я там, я не могу никак избавиться, там, грешу, 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 и так далее, да? Так вот, как мы видим, это может быть нам характерно, но, опять же, могут сказать, ну, меня это не очень касается. Это все-таки, ну, как бы больше к ним относится, ну, давайте дальше. Ишоа, Лука 21, где описан разговор Ишоа с учениками. Они спросили о последнее времени, когда он сказал, что камня на камне не останется, да? Значит, и они говорят, а, что ж там будет говорить об этом последнее времени? Он говорит, смотрите, первое, что он сказал, чтобы никто не обольстил вас, потому что многие пойдут под именем моим и обольстят. Это он в начале. А закончил он другими словами. А всегда же говорится, вы знаете, самое важное в начале и в конце, опытными проповедниками. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчились объедением и пьянством. К тому же не пьянствуем, мы не объедаемся, весьма стройно и там все такое, да? Ну, смотрим дальше. С заботами житейскими. Оказывается, друзья, оказывается, можно сердце, гирик можно понавешивать на свое сердце с заботами житейскими. Заботами о пропитании, о крови над головой, о семье, о детях, супругах, родителях, работе, бизнесе, друзьях и так далее. Мне могут сказать, Сергей, да что ты говоришь? Это же наша жизнь. Мы же должны это все делать. Ну да, мы должны, но мы не должны отягчаться этим, свое сердце, этими только заботами, потому что Писание говорит, о горнем помышляйте. Помните это, да? О горнем помышляйте. Ищите лица Господа. Ишуа сказал, какая польза, если вы приобретете весь мир, всех накормите там, в доме порядок и так далее, да? Но душе своей повредите, если вы забудете о Боге, вы забудете о молитве, чтении слова, об общении, вас уже не тянуть никуда не будет, вам уже все нормально, в лучшем случае там, одно из трех наших видео, просмотрите общинских и так далее. Друзья, это отягченное сердце, оказывается, можно отягчиться даже такими вещами, ну и мы частично наблюдаем сейчас. Друзья, мы это видим сейчас. Не все они стремятся, понимаете, вот, к горнему, да? Мы видим это. Не все стремятся в общении. Не все. Они, ну, ты же видишь, Господи, ну, мне же надо накормить, мне надо. Друзья, у нас, смотрите, мы, я заканчиваю уже, у нас, скажем так, вот ситуация, которая сейчас сложилась с Божьим народом, это как, ну, мы как перед новым исходом. Вы чувствуете, что Египет, он сгущается. Вы чувствуете, Египет, он все больше и больше. Каждый день мы смотрим, Египет, идолопоклонство. Детей убивают, эти, значит, людей убивают. Ну, соответственно, все, что происходит, вот эти вот, даже в Украине говорят о том, что уже некие бесполые люди, да, там, пол, который не определяется, и Министерство здравоохранения об этом пишет. Это же, это же, это же уму непостижимо, понимаете? Это, это, это Египет. И в это время Господь нам говорит еще, в наше время, он говорит, друзья, наблюдайте. Дальше он сказал так, бодрствуйте и молитесь. Вот когда он сказал мне, отягчайтесь, да, он говорит, бодрствуйте и молитесь. Вникайте в себя, в учение, в окружающую жизнь. Будьте все вместе, то есть единодушны. Назидайте друг друга, поддерживайте друг друга. Как вам сказать? Если надо, учите, ну, обличайте друг друга, понимаете, в том, что вы не так себя чувствуете, не так себя ведете, как оно должно быть. Это про нас. Это не только про них, друзья. Это про нас. И да благословит нас Господь в этом, даст нам мудрость, споспошествует, научит, вразумит. Если надо, накажет, не в ярости, да? По крайней мере так. Но для этого надо не жесточать сердце. Да будет Ему вся слава и хвала. Аминь. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!